Я Чиори, владелец Чиорио-Бутик. Пожалуйста, найти меня, если вы хотите комиссионить какие-то тейлор-мейд-отфеты. Когда вы говорите, что интересуетесь одеждой на заказ, её лицо смягчается. Ей нравится возможность проявить своё мастерство портного. Хозяйка редко бывает в магазине, и если застать её здесь, то, вероятно, она в хорошем расположении духа. Однако в этот момент дверь распахивается, и внутрь валивается пьяный незнакомец. Не успеваете вы осознать происходящее, как теории выбрасывают его в окно изящным движением, а затем невозмутимо продолжают беседу, словно ничего и не происходило. Продолжение следует... Каждый репортер спросил Теори, какой прошлый опыт способствовал её нынешнему успеху в моде. Задумавшись, она не смогла найти какого-то определяющего момента. Её детство не было чем-то особенным. Теори родилась в семье небогатых торговцев. Родители были заняты работой и не слишком строго воспитывали дочь, отчего у девочки сформировался вольный нрав. Пока сверстницы постигали женские ремесла, Теори предпочитала лазить по деревьям и ловить рыбу с друзьями. Попытки обучить её чему-то традиционному быстро проваливались из-за её характера. Характеры, а не поседы. Даже занятия фехтованием не задались. Теори взяла сразу два меча, что повергло учителя в ужас. Лишь однажды мать застала дочь, сидящей смирно. Теори разглядывала кусок красивой ткани, восхищаясь его мягкостью и узором. С тех пор девочка увлеклась партняшным делом. Хоть и даже здесь, она доставляла учителям немалых хлопот своим своеволием, но всё же стремительно осваивала новые техники шитья. А если вы тоже хотите выбивать новых персонажей? На сайте Genshin Drop можно купить кристаллы и луну дешевле, чем в игре. Это полностью безопасно, ведь нужен только ваш UID. Моментальные выводы, конкурсы, раздачи и ивенты. Всё это тебя ждёт на Genshin Drop. Также на сайте появились полностью бесплатные коробки, для открытия которых достаточно участвовать в активности сайта и отмечаться каждый день. А по промокоду на экране вы получите чайники, на которые сразу можете открыть коробочку Паймен. Ссылка в описании, ну а мы продолжаем. Когда Фонтейн дошли новости об указе Сёгана Райдом в Энадзуме и грозах над этими землями, жители обсуждали эти небылицы, даже не подозревая, что буря по имени Теорий вскоре обрушится и на их город. Путешествие из Энадзумы придало этой буре уникальную форму. Сначала в мире Фонтейской моды её появление вызывало лишь редкие усмешки. Никто не воспринимал Теорий всерьёз, думая, что о ней скоро забудут. Однако на неделе моды гром Теорий прогремел так, что отголоски разнеслись по всему Фонтейну. Газеты запестрели её иностранным именем. Критики даже отмечали, что одежду Теорий нужно не просто видеть, но и слышать. Каждый стежок и шов рассказывает свою историю, напоминая звуки природы. Старая гвардия мира моды объявила Теорий захватчицей и развязала против неё настоящую борьбу, используя любые средства. Но эта борьба завершилась очевидным поражением агрессоров, некоторые из которых в буквальном смысле оказались в точной канаве. За магазином Дом Теории закрепилось прозвище Разведывательное бюро, хотя сама Теория не знает, как это произошло. Стоило ей рассказать друзьям новость, которую она услышала в своём магазине от клиенток, как это приводило к неожиданным последствиям. Теория поняла, что её магазин словно магнит, притягивает информацию. Богатые покупательницы, подобно пёстрым бабочкам, приносят в Дом Теории пыльцу новостей, желая похвастаться друг перед другом сведениями не меньше, чем драгоценностями на нарядах. Теория бы хотела не слушать эти сплетни, потому что они мешают ей сосредоточиться на работе. Но когда она поняла, что информация может быть полезной, то стала делиться ею. Если новости касаются её друзей или безопасности города, Теория пересылает их нужным людям. Она относится к этому так же, как и к пошиву костюма. Каждый элемент должен быть на своём месте. За помощь Теория всегда получает вознаграждение. Ведь, как она говорит, услуга за услугу, так работает бизнес. Чтобы по-настоящему понять дизайн и теории, нужно увидеть, как она создаёт одежду. Её костюмы вызывают недоумение. Она игнорирует общепринятые правила, шьёт женские модели по мужским лекалам и наоборот. Но именно этот уникальный стиль и притягивает покупателей, значит правила были неверны. Теория обращается с тканью так, будто видит её впервые. Режет под неожиданными углами, не обращая внимания на направление нити. Она может менять фасон по ходу работы, или даже разрезать дорогую ткань мечом одним резким движением, словно сражаясь на дуэли. Порой её рабочее место напоминает операционный стол. К деле, сверххирурга теории удаляет болезни и язвы у пациента. Когда помощница пожаловалась на сложность выкройки, теория ответила, у тебя ведь острые ножницы, тогда нет проблемы. Её работа прямо демонстрирует, глупо отказывается крыть ткань так, как тебе нравится. А её наряды показывают, ещё глупее отказывается жить так, как ты хочешь. На вопрос, как она создаёт модели, теория просто отвечает, так, как мне хочется. Теория лежала, разглядывая свою первую работу. Куклу Томото, которой она шила наряды. Хоть наставники критиковали её модели, Томото всегда одобряла их. Внезапно теория получила предложение поработать в чужом магазине, но отказалась, ей не нравилось быть в гостей. Вместо этого в голове возникло слово Фонтейн. Столица моды, где ценят искусство. Теория решила открыть там свой дом теории. Эта идея показалась ей такой осязаемой, будто она уже была в Фонтейне. Не сказав родителям ни слова, теория собрала вещи и объявила, что уезжает Фонтейн, где её ждёт истинное Я. Родители не останавливали её, зная её упрямый нрав. Уже покидая комнату, теория увидела, что Томото демонстрирует шитый ей наряд и протягивает ей сияющий глаз Бога, благословляя на путь. Томото демонстрирует шитого, благословляет шитого, благословляет шитого, благословляет шитого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова